Лоранцева может быть и нет, муниципальных парков на порядок. Больше проблем, я вас уверяю, чем участок, да, это и проблема передачи земли, это и низкая квалификация персонала, отсутствие профессионального штата управляющей компании, временного ресурса вообще и так далее, и так далее. А на рынок еще не перешли профессиональные управляющие компании, потому что взять муниципальный проект в обслуживание. Соответственно, одно из возможных решений, это все-таки, наверное, может быть, ну, может быть, абсурд, может быть, нет, создание никакой единой управляющей компании, чтобы на местах были хозяйственные сотрудники, а голова, которая занимается привлечением резидентов, или не взрывов, агентственный судно-развитый захочет взять свою работу в муниципальные промышленные парки для поиска инвесторов, как говоря, стать той самой управляющей компанией в части, там, привлечения, да? Может, если есть какой-то ответ, прокомментируйте, если нет, наподумать. Так, про муниципалов немножечко. Проблема передачи денег в аренду, честно говоря, вот, пока у нас с этим тоже затык, не всегда есть достаточная сумма начального капитала у инвесторов для того, чтобы получить землю без торгов, но процедура есть, мы сейчас шлифуем как раз наш региональный законодатель, чтобы она стала процедурой более прозрачной. С тарифами. Первый вариант – субсидирование, второй, может быть, какой-то единой сетевой компании, что-то тащит немножко в единую сетевую, да, чтобы она по высокой стороне поверла в эти муниципальные парки сети коммуникаций и дала тарифы. Но одно исключение – другое, поэтому, наверное, вот этот вопрос мы снимем, потому что он очень тяжело реализует. Так, наверное, у меня по этой теме все, в кумуарах на вопросы постараюсь ответить, если нет, контакты вывешу, мы постараемся ответить на ваши вопросы. А, еще один из вариантов, то, что Сергей Васильевич вчера поднимал, да, не первый год и не мы, не только обсуждали с ассоциацией индустриальных парков, которые, кстати, очень хорошо нам предлагают, создание некого индустриального союза по фону, теперь уже нам уже в Татарстане границ уже не хватает, вот, малых проектов положено фонерального округа, не обязательно он должен быть гемографический. Здесь главное слово не РТ по фону, а малого формата. Дело в том, что любая структура, по мере ее развития, начинает видеть только проблемы крупных инвесторов или крупных индустриальных парков, и уже не замыкается на проблемах малых, это естественный отбор. Вот это та самая крупная сита, про которую я вчера говорил, поэтому ассоциации такое предложили, они с удовольствием согласились создайте, но мы вас приняли в коллективные члены, теперь мы будем в ответ на это предложение, но почему-нибудь, я думаю, мы это созреем, потому что все-таки у малоформатных парков высокие очень цели, ассоциации индустриальных парков, чтобы каждая маленькая площадка муниципально ступила туда. Вот, в первую очередь, мы заботимся об этом, и по географии проведения мероприятий. У АИП очень часто, ну, меньше половины, он все равно проходит в мероприятиях в Москве. Малые индустриальные парки не приездят, что называется, да? Соответственно, мы просим проводить еще больше мероприятий, они идут на встречу, надо сказать, да? Проводить в Казани и другие районы. Спасибо за внимание, извините, что такое. Сергей Владимирович, огромное спасибо. Второй день звучит тема развития взаимоотношений с Китайской Дорогой Республикой. Как известно, наш вектор направления общей всей России движется на восток. Это и нефтепроводы, и газопроводы, и китайский шелковый путь, часть которого должна пойти по территории Республики Тарстан. И оборудование в Китайской Дорогой Республике? Да, сегодня я хочу сказать, что на строительной предприятии с удовольствием начали.